ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. По данным Росстата, в 2022 году новые автомобили в нашей стране подорожали в среднем на 25%. Это самый значительный рост цен за последние 20 лет. При этом средний ценник новых иномарок увеличился на 40%. Если брать десятку наиболее востребованных моделей, то сильнее всего за последние 12 месяцев подорожали китайцы. К примеру, Черри Тига 4 на 75%, а Джили Кулурей на 56%. Стоимость самых популярных наших марок, Лады Гранта и Лады Нива Тревел, поднялась на 13-14%. Участники специальной военной операции получили возможность досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть суммы, потраченной на приобретение полиса. Соответствующее распоряжение Центробанка вступило в силу 23 января. Для отказа от автогражданки необходимо обратиться с заявлением в свою страховую компанию. Сделать это можно через официальный сайт, мобильное приложение, по почте или при личном визите. Возможно, участие другого человека по доверенности. Трасса 101 Автоваз показал спортивную версию Лада Нива. Внедорожник поступит в продажу, предположительно, в 2024 году. Как и ожидалось, машину оснастили более мощным 16-клапанным двигателем от Весты. Мотор выдает более 106 лошадей. Из внешних отличий увеличенные колесные арки, другой капот с выступающим воздухозаборником. Внутри появились другие кресла, рулевое колесо, ручка, коробки передач. Все это позаимствовано у переднеприводных моделей. Стоимость новинки пока неизвестна. Минимальный заводской ценник Лада Нива Ледженд сейчас 800 тысяч 900 рублей. Трасса 101 В России начали продавать люксовые китайские кроссоверы Link & Co 09. Цены на новинку варьируются в пределах 4 миллиона 300 тысяч 6,5 миллионов рублей. Схожий по размерам с Volvo XC90 автомобиль комплектуется двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 250 лошадей, либо 431 сильным гибридным двигателем. Число мест в салоне 6 или 7. Список опций приличный. В нем фигурирует в том числе кожаный салон, вентиляция кресел, система распознавания дорожных знаков, ароматизатор воздуха, функция удержания в полосе. Трасса 101 Еще одна автоновинка, которая стала доступна в России благодаря параллельному импорту – кроссовер Opel Grandland X. Его точная стоимость пока неизвестна. Предположительно, стартовый ценник модели составит 2 миллиона 150 тысяч рублей. Паркетник получил 150-сильный бензиновый турбомотор и шестиступенчатый автомат. В топовой комплектации будут доступны, в частности, дистанционный запуск двигателя, система камер кругового обзора, автоматическая парковка, система управления дальним светом. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101 Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok